Дорогие мои маленькие хозяюшки и дорогие мамочки маленьких хозяюшек, а не приготовить ли нам сегодня бисквитный рулетик с повидлом, очень нежный и очень вкусный? Тогда давайте начинать готовить! Итак, берем 6 яиц. Отделяем желтки от белков. Здесь у меня желтки, здесь у меня белки. А теперь, дорогие мои маленькие хозяюшки, берем сахарную пудру. У нас 6 желтков и 6 белков. Значит, пудры нам нужно 6 столовых ложек сверху. Берем теперь миксер и взбиваем желтки. Постепенно туда мы кладем 3 четверти сахара. То есть, если 6 столовых ложек сверху, значит 5 ложек сверху сахара мы должны всыпать в желтки, а в белки 1 столовую ложку. Итак, миксером взбиваем по отдельности желтки и белки. Желточки должны увеличиться в 2-3 раза. Белочки с сахарной пудрой должны увеличиться 4-5 раз. Ну, а теперь мы соединили желтки и белки. Хочу обратить внимание, ваши дорогие маленькие хозяюшки, что мы добавляем в желтки белки, а не наоборот. А теперь мы сюда добавим 6 столовых ложек неполных муки. И немножечко добавим сюда ванилина или ванильного сахара. Я ванилин добавляю, половина пачечки. Беру ложечку деревянную или любую ложечку и хорошенечко перемешиваю. А теперь мы берем пергаментную бумагу, промасливаем маслицем. Я беру всегда растительное масло, рафинированное. И хорошенечко щеточкой промазываю эту бумагу. А теперь мы будем сюда выливать наше тесто. Ну вот, мы вылили нашу массу на листик. Она расплылась у нас очень хорошо, равномерно. А теперь у нас уже духовка горячая. Мы включили ее на 200 градусов. Будем ставить наше тесто в духовку на 20-25 минут. Ну, я еще раз хочу сказать. Каждый смотрит по своей духовке. У меня духовка электрическая. Она очень быстро выпекает. Поэтому, когда у нас наш рулет станет золотистого цвета, румяного, мы тогда будем вытаскивать. А пока печется наш рулетик, мы берем повидло. Я решила сделать рулет с яблочным повидлом. Оно очень-очень вкусное. Но можно с разным повидлом. С вареньем делать. Можно с клубничкой, с малинкой, ежевичкой. Короче, с любым повидлом, которые у вас есть или вареньем. Итак, мои дорогие маленькие хозяюшки и мамочки маленьких хозяюшек. Так вот, мы вытянули наш рулетик из духовки. Итак, сколько же у нас находился рулет? Ровно 20 минут. При температуре 200 градусов. Теперь он немножечко остынет чуть-чуть. Минуточек 5-10. Ну, 5 минуточек. Мы берем вогкую ткань и завернем туда рулетик. И вот, что у нас получилось. Теперь мы берем вместе с Марлечкой, скручиваем рулетик. Ну вот, мои дорогие маленькие хозяюшки, посмотрите, что получилось. Наш рулетик замотался в шубку во влажную салфеточку, Марлечку. Теперь он полежит минут 5. Потом мы будем его раскручивать осторожно. Это делается для того, чтобы рулетик не потрескался, а был целеньким и красивым. А когда мы раскрутим, тогда берем повидло и аккуратненько смазываем. И снова его закручиваем. Ну, а теперь аккуратненько раскручиваем и смазываем повидло. Ну вот, мои дорогие маленькие хозяюшки, наш рулетик готов. Так что можно теперь его кушать. Приятного аппетита! Ну, а теперь мы наши рулетики поместим в какую-нибудь емкость. Накроем их пленочкой пищевой и поставим в холодильник.